Дом у купцов Плехановых на улице Степана Разина больше ста лет. Ремонта здесь не было давно. Фасад требовал обновления. Привести здание в порядок вызвались инвесторы. Половина работы уже выполнена. Здание уже смотрится по-новому. Самарцы таким переменам рады. Я живу в Нижи, у нас было бы хорошо, если бы там провели бы ремонт. Конечно, хорошо, потому что историческое место – это наша гордость. Вообще, хотелось бы, чтобы у нас в городе какой-то облик сохранился, вот этот вот красивый. Когда вот в нашем, вот в старом городе делают что-то типа хай-тека, настолько вот как-то нелогично. Здорово, я за. Привлечь к этой работе инвесторов поручил глава администрации Самары Олег Фурсов. Помочь городу привести в порядок фасады домов в историческом центре вызвались 10 представителей бизнеса. Городской департамент строительства и архитектуры составил специальный перечень зданий, из которого инвесторы могут выбрать любые объекты. Была создана межведомственная комиссия. Под моим руководством, которая обходит предварительно все эти объекты, делает фотофиксацию, делает описание работ, которые необходимо сделать на том или ином объекте, вставляет дефектную ведомость, и эти материалы передаются уже инвесторам. На этой неделе инвесторы приступят к ремонту фасадов на улицах Куйбышева и Пионерская. Всего в планах на этот год общими усилиями города, области и частного бизнеса обновить внешний вид порядка 100 зданий. Из них 14 фасадов отремонтируют в рамках программы по подготовке к Чемпионату мира по футболу. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События.